Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники мероприятия, сегодня мы с уважаемым Владимиром Владимировичем Путиным в онлайн-режиме дадим старт строительству трех из девяти запланированных школ в городе Бишкек, Баткен и Харакол. Ожидаем, что к 1 сентября 2025 года эти школы откроют свои двери для наших учеников. Сегодня все школы в Кыргызстане и в России широко открывают свои двери и принимают учеников. В нашей стране более 150 тысяч учеников впервые переступают в школьный порог. Для них открываются двери в бескрайний мир знаний. Они делают первые шаги в большое будущее. Мне приятно отметить, что в каждой области нашей страны и в городах Бишкеке и Ож при вашей личной поддержке, уважаемый Владимир Владимирович, будут построены девять современных школ, каждая из которых расшитана на 1224 места. Эти школы будут оснащены всем необходимым, включая высокотехнологичное и современное оборудование, плавательные бассейны, оздоровительную и спортивную базу. Выпускники этих школ получат аттестаты двух стран. Обучение в новых школах будет проводиться на русском языке, а программа обучения будет основана на государственных стандартах обеих стран. Дорогие друзья, хочу отметить, что Кыргызстан и Россию объединяют крепкие многолетние узы дружбы, взаимопонимания и поддержки. Отрадно, что кыргызско-российские контакты и взаимодействия развиваются динамично, приобрели интересный характер. Мы являемся стратегическими партнерами и союзниками, и сотрудничество в области образования наглядно отражает высокий уровень отношений между нашими странами. Образование – это один из самых ценных ресурсов, которым мы обладаем. Оно не только развивает нашу молодежь, но и формирует будущее нации. Сегодня мы с удовлетворением можем сказать, что сотрудничество с Российской Федерацией в сфере образования становится все более крепким и результативным. Начиная с 1992 года, Кыргызстан и Россия тесно взаимодействуют в образовании и науке. Широко практикуются программы по обмену студентами между странами. Рост интереса молодежи Кыргызстана к получению образования в России, изучению русского языка, особенно заметен в последние годы. Накоплен значительный опыт организации, совместной работы министерств и вузов двух стран. К примеру, с 1993 года ведет свою деятельность Кыргызско-российский славянский университет. 29 мая текущего года открыт Центр Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова на базе Волжского государственного университета. Активно ведется работа по созданию филиала МГУ в городе Каракол, который по нашим ожиданиям также начнет функционировать в самое ближайшее время. С 2019 года ведет свою деятельность общеобразовательная школа «Газпром Кыргызстан», ставшая одной из образцовых образовательных учреждений в Кыргызстане. Особо хочу отметить, что с 2019 года в Кыргызстане реализуется гуманитарный проект «Российский учитель за рубежом», в рамках которого квалифицированные учителя из России осуществляют педагогическую деятельность в общеобразовательных организациях нашей страны. Уважаемый Владимир Владимирович, я хочу выразить глубокую признательность вам, правительству России, за готовность поддержать наши усилия и инициативы в области образования. Уверен, что создание совместных кыргызско-российских школ – это только начало нашей долгосрочной большой созидательной работы ради прекрасного будущего наших граждан. Надеюсь, что эти школы станут местом, где наше подрастающее поколение будет вдохновляться на изучение наук, развитие своих талантов и формирование лидерских качеств. Нет сомнений в том, что юноши и девушки станут активными участниками общества, способными внести свой достойный вклад в развитие страны. Я уверен, что совместные кыргызско-российские школы станут источником гордости для наших народов и примером успешного сотрудничества между нашими странами. Благодарю за внимание. Президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович. Уважаемый Садыр Нургажович, дорогие друзья, я присоединяюсь к словам моего коллеги и друга, к словам президента Жапарова. И поздравляю всех вас с началом строительства в Киргизии, сразу трех российско-киргизских школ с обучением на русском языке. Символично, что мы даем старт этому важному, востребованному проекту именно 1 сентября, в День знаний, который как в России, так и в Киргизии традиционно знаменует начало нового учебного года. И пользуясь случаем, поздравляю с этим праздником киргизских и, конечно, российских школьников, студентов, учителей и педагогов. Сейчас будут заложены первые камни в основании школ в Бишкеке, Баткене и Караколе. Уверен, что строители сработают качественно, быстро, с тем, чтобы в 2026 году ученики сели за парт. Всего же в ближайшие годы, до 2027, Россия планирует построить 9 школ в 7 городах и 2 селах республики. В них будет обучаться более 11 тысяч детей. Новые образовательные учреждения будут оборудованы в соответствии с самыми передовыми технологиями. Это поможет сделать учебный процесс комфортным, интересным и увлекательным. При этом здания школ спроектированы с учетом всех стандартов безопасности, в том числе, учитывая и особенности Киргизстана, это касается сейсмических рисков. Расходы по строительству и оснащению школ, включая спортивную инфраструктуру, о которой президент только что сказал, бассейны, обеспечение учебной литературой Россия берет на себя. Образовательный процесс в школах будет осуществляться одновременно по российским и киргизским учебным стандартам. Я считаю, что это очень важно, потому что выпускники получат сразу два аттестата – и российский, и киргизский. А это, действительно, мы все понимаем, значительные конкурентные преимущества при дальнейшем выборе жизненного и профессионального пути. В школах будут работать как российские, так и киргизские преподаватели, прошедшие специальную подготовку в вузах России, что позволит объединить, интегрировать педагогический, наставнический, образовательный потенциал наших стран, обеспечить высокое качество обучения в будущих совместных школах. Я знаю, что в Киргизии действует 251 школа с преподаванием на русском языке, а также еще в 416 школах русский изучаются наряду с киргизскими и другими языками. Методическое содействие при этом оказывают наши российские преподаватели. В частности, с 2019 года в республике успешно реализуется проект «Российский учитель за рубежом». В новом учебном году порядка 120 педагогов из России будут вести в 51 киргизской школе занятия по русскому языку и литературе, физике, математике, химии, биологии и информатике. Напомню и о другом российском гуманитарном проекте, который называется «Сила ума». Он направлен на обучение школьников из дружественных нам государств, в том числе, разумеется, из Киргизии. Это наш стратегический партнер, физико-математическим наукам на русском языке. Этот проект стартовал в 2022 году и уже привлек большое внимание. Поэтому принято решение увеличить набор на дополнительные занятия по физике и математике. И с сентября почти 700 учащихся средних школ Киргизии начнут углубленно изучать эти дисциплины. Между нашими странами активно развиваются школьные обмены. Широко практикуется приглашение в Россию киргизских школьников для трёхмесячного обучения русскому языку, истории, культуре, другим предметам. Причём мы продуктивно взаимодействуем и в сфере высшего образования. Вот только что президент Кыргызстана об этом сказал. В настоящее время в России учатся свыше 16 тысяч киргизских студентов, из которых около 7 тысяч за счёт российского бюджета. Правительственная квота для Киргизии в 2023-2024 учебном году составит тысячу мест. Ведётся подготовка кадров и в Киргизско-российском славянском университете, где обучается более 7 тысяч студентов. В октябре этого года университет отметит свой юбилей – 30 лет со дня оснований. Расширяется сеть филиалов российских узов в Киргизии, о чём тоже было сказано. Например, в планах открытия филиала Московского государственного университета подтверждают, подчеркну, что все эти разноплановые образовательные проекты во многом стали возможны благодаря поддержке и личному участию президента Садерна Рогожевича Джапарова, который много делает для сохранения позиции русского языка в Киргизии. И вообще я хочу сказать, что в Киргизии, конечно, этому уделяется очень большое внимание. В Киргизии русский язык является государственным. Это, в общем, уникальное состояние. Говорит о том, что в Киргизии придают развитию наших отношений очень большое значение. Я помню, как Садерна Рогожевич во время нашей с ним встречи в феврале 2021 года сказал мне о необходимости строительства русских школ чуть ли не в каждом райцентре Киргизии. И, безусловно, мы это будем поддерживать. Эта работа совместными усилиями успешно продвигается. Уверен, новые российские школы будут способствовать всестороннему воспитанию и обучению подрастающего поколения Киргизии. И тем самым будут вносить вклад в углубление традиций дружбы, взаимопонимания между народами наших государств. В дальнейшее развитие подлинно стратегического партнерства России и Киргизии. Дорогие друзья, вчера, как известно, в Киргизской республике отмечался День независимости. Мы и я тоже лично поздравил Киргизию президента с этим праздником. Но сегодня я хотел бы еще раз искренне поздравить Садыра Нургожоевича, всех наших киргизских коллег и весь дружественный киргизский народ с этим праздником. И пожелать всем вам счастья, благополучия, а также успехов во всех ваших начинаниях. Думаю, что этому будет способствовать также и развитие нашего сотрудничества в области образования. Благодарю вас за внимание. Уважаемый Владимир Владимирович, просим разрешения приступить к церемонии закладки первого камня, посвященного началу строительства школ в Ишкеке, Баткене и Карколе. Конечно, с удовольствием делаю это. Разрешаю. И более того, прошу вас об этом. Начинайте работать. Уважаемый Садыр Нургожоевич, просим разрешения приступить к церемонии закладки первого камня, посвященного началу строительства школ в Ишкеке, Баткене и Карколе. Разрешаю. На этом торжественная церемония, посвященная началу строительства в Кыргызской Республике школ с обучением на русском языке, объявляется закрытой. Спасибо. Садыр Нургожоевич, до связи и до встречи. Рад был вас видеть.